Всем привет! Вы на YouTube-каналах «Жизнь в Австралии» и «Аксель Франк. Жизнь в Австрии». У нас очередная беседа с Евгением. Евгений у нас живет в Австралии, а я живу в Австрии. И сегодняшняя тема – Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что в русскоязычной среде, как в общем-то и во всем мире, довольно сильны антиамериканские настроения. А где-то эти настроения чисто носят характер некоторой фронды, а где-то это искренняя ненависть, как у многих россиян. Ну, там пропаганда помогает им хорошо вознедоить Америку. Но то, что Америка дала нам не очень здоровое питание, фастфуд, и то, что она дала нам не всегда самые прогрессивные американские фильмы – ну, это и есть повод Америку ненавидеть. Мы с Евгением живем в странах, где отношения к Соединенным Штатам немножко разные. Австралия – это тесный, близкий союзник Соединенных Штатов, член НАТО. Англосаксы те же самые, только живущие где-то вот в той части света. Евгений, вы же англосаксы? Ну, в общем, да, но мы, значит, извините, мы не члены НАТО. НАТО – это Европейский союз плюс Штаты. Извиняюсь, это Северно-Атлантический союз. Мы в Саус-Пацифике, Южно-Тихоокеанском регионе. Мы члены СИАТА. Ну, как бы, то же самое, только в профиль, да? Ну да, что-то в этом роде, да, да. А Австрия – это страна нейтральная. В Австрии сильны такие скептические отношения по отношению вообще ко всем. То есть австрийцы, они любят, уважают самих себя. Ко всем остальным они относятся в разной степени плохо. Поэтому давайте мы сейчас поговорим, насколько оправданы отношения, плохие отношения к Соединенным Штатам. Насколько они имеют некоторое фактическое основание под собой. Насколько это просто эмоции. И вообще роль Соединенных Штатов в нашей жизни. А если можно, я перечислю коротко, что дали Соединенные Штаты миру. Во-первых, вот наша сегодняшняя цивилизация создана Соединенными Штатами. Компьютер. Вот компьютер. Вот вы сейчас по компьютеру или по смартфону смотрите наш разговор. Это все Соединенные Штаты. Их хардвер, и софтвер – все. Интернет – это Соединенные Штаты. Понимаете, создать все это могли и какие-то другие страны. Может быть, когда-нибудь. Но для создания вот таких глобальных сетей, глобальных открытий, не только сделать изобретение, но реализовать его практически, наладить производство, внедрение, масштабное распространение могла только сверхдержава. Такой сверхдержавой была, есть и будет, вероятно, одна страна – Соединенные Штаты Америки. Ну, то есть, интернет, компьютеры, сотовая связь. Вот сотовая связь. Вот все, с чем ассоциируется у нас сегодняшняя современная жизнь, без чего она невозможна. Это все Соединенные Штаты Америки. Ну, включая дамские колготки нейлоновые, включая лампочку, в конце концов. Ну, лампочку мы могли бы изобрести и где-то в другом месте. А помимо этого куча всяких мелочей, вроде Голливуда, силу кинопродукции, вот шоу-бизнес, который, в общем-то, задал мировой стандарт. Можно говорить, насколько он хорош, насколько плов, но, тем не менее, это факт на сегодня. Это крупнейшая военная сила мировая, которая во многом отвечает за поддержание порядка в этом мире. И худо-бедно с этим как-то, в общем-то, справляется. Поэтому давайте не будем недооценивать роль Соединенных Штатов. Вот сказать, вот если бы их не было, как было бы хорошо? Вот если бы их не было, мы жили бы не в каменном веке, но мы жили бы сильно-сильно проще. И гораздо менее интересно. Да, Евгений, как вы считаете? Да, безусловно. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, в зависимости от того, когда вы нас смотрите. У меня к Соединенным Штатам странное отношение, должен сказать сразу. Значит, отрицательное отношение можно выразить очень коротко. Жить я там бы не хотел. Почему я так говорю? Вы знаете, мне привелось, довелось, извините, побывать в Соединенных Штатах несколько раз. Причем не только путешествия. Был я практически везде, за исключением, скажем, Бостона и Майами, Флориды. А практически во всех остальных местах я был. Но мне удовлетворилось там поработать. Так вот, жить я бы там не хотел. Что же касается всего остального, я не могу сказать, что я люблю эту страну, но я совершенно точно отношусь к ней с уважением. В этом нет никаких сомнений. Значит, то, что сейчас сказал, опять же, Алексей, я полностью поддерживаю. Я совершенно согласен с тем, что было сказано. Но я бы это сформулировал немножко иначе. Начиная, скажем так, начиная, можно, конечно, смотреть и раньше, но начиная с 1900-х годов, с начала прошлого века, это единственная страна мира, которая никогда никого ни о чем не просила. Вот все было в жизни. Там ведь они в очень суровой войне Второй мировой участвовали. Большие потери понесли. Конечно, не такие, как в Европе, но понесли, мы говорим, о сотнях тысяч людей. Колоссальные финансовые затраты. У них был очень тяжелый период в конце 20-х годов, экономический тяжелый период. Да и, как бы это сказать, с расизмом у них там было совсем не все так просто, как вы все все знаете. Но вопрос, между прочим, с расизмом был решен больше, ну, порядка 60 лет назад. И теперь политкорректное выражение афроамериканец, в общем, только это и употребляют. То есть это страна, которая уже больше 200 лет реально живет по той самой Конституции, которую написали отцы-основатели. Да, да, там были сложности, и они есть. Но как, что меня, так сказать, постоянно поражает, они умеют решать эти сложности. Извините, ошибусь. Возможно, это сказал Черчилль, возможно, кто-то еще, что Соединенные Штаты выберут правильное решение или правильный путь после того, как перепробуют все остальные. Вот, наверное, это совершенно правильно. Они делают очень много ошибок. Но в конечном итоге они идут по правильному пути. И, в общем-то, ведут за собой весь мир. Потому что, ну, не только потому, что они наиболее мощная экономическая держава, и военная тоже. Но потому что они подают положительный пример всему миру. И миру есть с чем сравнивать. Миру можно было много с чем сравнивать в начале прошлого столетия, в середине прошлого столетия. И в конце прошлого столетия. И некое противостояние, извините за слово «некое», ну, будем так говорить, некое противостояние социалистической системой совершенно четко убедило весь мир в реальности достижений демократической системы. И я пытаюсь выбрать слово «в мультипликационных достижениях социалистической системы». Мы же не будем спорить, что все то, что строил Советский Союз за рубежом, в реальности были те самые потемкинские деревни. И как только Советский Союз распался, распались эти деревни. А демократическая система все еще стоит и явно доказывает свои преимущества. Ну, давайте мы поговорим о каких-то больше, более-менее известных деталях. Я предлагаю Алексею, так сказать, дать направление этому разговору. А дальше я, безусловно, поддержу и поговорю вместе. Ну, у нас сейчас прошла очередная годовщина разгрома гитлеровской Германии. 9 мая. Мы с Евгением выпустили как раз 9 мая большой ролик. У нас был разговор по оценке, по тому, как празднуется вот это событие в разных странах. И сейчас я бы хотел вспомнить про ленд-лиз. Когда-то этому отдавали должное. Советский Союз всегда старался преуменьшить. Но потом, в ельцинские времена, было, в общем-то, правдиво сказано, что да, это был огромный вклад в победу. А потом при Путине опять стали все это стараться затушевать и преуменьшить. Но есть цифры, сухие цифры. И самый большой вклад, что интересно, это даже было не оружие. А самый большой вклад, это было продовольствие. Вот было поставлено миллион семьсот пятьдесят тысяч тонн продовольствия. И с второй половины 43-го года, с 44-й и 45-й год Советский Союз питался американскими продуктами. Дело в том, что основные регионы, где производилась пшеница, где производилась фельдхозпродукция, они были захвачены немцами. Украина, часть России, Беларусь. То есть, регионы, где производился основной объем сельхозпродукции Советского Союза, они оказались под оккупацией. И элементарно в Советском Союзе нечего было есть. И вот чистая статистика, про это есть статьи, можете поискать, если вы хотите, в интернет. Со второй половины 43-го года, весь 44-й и 45-й годы Советский Союз питался. Большая часть продуктов, больше, абсолютно большая часть продуктов, которые потреблял Советский Союз, это был импорт, вот этот ленд-лиз из Соединенных Штатов. И это было бесплатно. То есть, по условиям ленд-лиза, то, что будет истрачено во время войны, из расходов на снаряды, с какие-то разбитые вооружения, в том числе продукты питания, так как они съедались сразу. Вот это не подлежит ни оплате, ни возврату. Вот без этого не было бы никакой победы. Просто элементарно от голода. И тут же можно вспомнить, что производство вооружений, вот, например, алюминий, половина алюминия поставлялась из Соединенных Штатов. Половина. То есть, авиация вся вот эта, ну, не говоря о том, что поставлялись и самолеты, и танки, автомобили, абсолютное большинство автомобилей было из Соединенных Штатов. Вот «Катюши» они делались на шасси Студебекера. Пушки перевозились. Вообще весь транспорт был из Соединенных Штатов. Локомотивы, вагоны почти 100% из Соединенных Штатов. Рельсы. Вот весь железнодорожный транспорт, вся железнодорожная вот эта инфраструктура, которая поставляла оружие на фронт, перевозила войска и так далее. Это все Соединенные Штаты. Знаете, я не говорю про танки, про самолеты и так далее. Это само собой. Но снаряды, пули, всего этого не было бы без Соединенных Штатов. Советский Союз не мог бы этого произвести. Потому что основной объем там и меди, и олова, это все приходило из Соединенных Штатов. Знаете? А там и корабли, и так далее, и так далее, и так далее. Я могу добавить чуть-чуть по этому вопросу? Значит, с ленд-лизом очень интересная история. И мне в свое время много задавалось вопросов на моем канале по этому делу. Я бы хотел всем ответить. Значит, ну, ленд-лиз – это известная государственная программа, по которой происходило снабжение многими разными товарами и машинами и прочее-прочее-прочее на одном простом условии. Если ты терял эти машины, съедал продукты, они уничтожались во время боевых действий и так далее, то это все было бесплатно. Если ты, так или иначе, эти продукты после окончания, извините, эти машины после окончания войны оставались неповрежденными, получатель этих товаров и продуктов должен был за них расплатиться. Алексей только что упомянул автомобили. Ну, можно сказать, что количество автомобилей, поставленных Соединенными Штатами, виноват. По ленд-лизу, это было не только Соединенные Штаты, то, что я сейчас назову, было почти 480 тысяч. В то время как весь советский автопром произвел половину от этого числа за время войны. Можно сказать, что алюминия, я не знаю по поводу половины или нет, но я точно знаю, что многие годы после войны вся советская военная авиация была построена из американского алюминия. Почему, спросите вы? Да потому что все самолеты, ну, почти все самолеты советских вооруженных сил, советских военно-воздушных сил во время Отечественной войны были на самом деле не из алюминия. Я не говорю о тяжелых машинах, я говорю об истребителях и прочее. Короче, большую часть алюминия, полученного по ленд-лизу, была использована много позже победы. И что самое интересное, что после всего этого Соединенные Штаты выставили Советскому Союзу счет примерно в 11 миллиардов долларов. Цифры, которые я употребляю, те миллиарды долларов, не современные, а те миллиарды долларов. Ну, было бы нетрудно догадаться, что Сталин отказался за это платить. И вот теперь сейчас послушайте внимательно, я твердо знаю, что я сейчас говорю. Советский Союз заплатил примерно 700 миллионов, то есть порядка 7 процентов. И последняя выплата в конечном итоге состоялась в 2006 году. 60 лет после окончания войны за ту помощь, которую оказали Соединенные Штаты Америки, Советскому Союзу, тогда, когда воевать было нечем. Первые два года, 41 и 42 год, все, практически все, что имел Советский Союз на поле боя, было благодаря Ленд-Лизу. Материалом ли, оборудованием, боеприпасом, еде, чему угодно, практически воевали только помощью по Ленд-Лизу. Поэтому, ну, это, наверное, уже сразу определяет серьезно ответ, победили бы без Ленд-Лиза или нет. Но это совершенно точно говорит о том, что Соединенные Штаты Америки понимали, кому надо помогать и по какой причине. Это тот самый случай, когда идеологические разногласия с Советским Союзом очень большие. Дели прекращены, и Советский Союз стал получать помощь, которая была просто необходима. И примеров таких, надо сказать, в 20 веке было множество после окончания войны, когда Соединенные Штаты вели себя именно так. Они смотрели то, что по-английски называется big picture, они принимали стратегические движения мира в нужном направлении и совершали действия для того, чтобы помочь стране, той, которая идет в правильном направлении. Да, в правильном направлении, по их мнению. Но, как я 10 минут назад сказал, они были единственной страной, которая ни у кого ничего не просила. Если бы вы могли, вы имеете в виду, речь идет о любой другой стране. Если вы можете что-то делать и никого ни о чем не просить, делайте. Но другой такой страны в мире нет. Обратите внимание при этом, что Соединенным Штатам, в общем-то, все это было необязательно делать. Они за океаном, им Германия никак не угрожала. То есть им было на самом деле все это. Это были европейские разборки. Ну, казалось бы, сиди, смотри, как они там друг друга делают слабее, друг друга уничтожают. А время идет. Так что Соединенным Штатам никакой обязанности ввязываться у них не было. Никакой страшной необходимости во все это ввязываться у них тоже не было. Казалось бы, да, вот, фашисты воюют с коммунистами. Ну, прекрасно, пусть воюют. Пусть друг друга уничтожают. Но нет, Соединенные Штаты не стали так рассуждать. Хотя, вот, будь на их месте Советский Союз, он рассуждал бы так же. Насчет Алексея, в смысле, пусть друг друга уничтожают. Чем хуже, тем лучше. Наверное, это тот редкий случай, когда я не совсем с вами соглашусь. Дело в том, что если бы Германия победила, то, безусловно, в союзе с Японией они бы представляли значительно большую опасность в конечном итоге для Соединенных Штатов. То есть, стратегически-то решение Соединенных Штатов было понятно, чему они помогали. Но вот, что произошло дальше, и с чем я точно так же, как Алексей сейчас сравнил бы Соединенные Штаты и Советский Союз, это вот то, что произошло после создания атомной бомбы. Многократно есть вопросы на разных каналах, а почему американцы, имея такое преимущество в ядерном оружии, после войны не уничтожили Советский Союз. Вы понимаете, это настолько непонятно было для людей, живущих на территории Советского Союза многие годы, но ответ, в общем, простой, а потому что они живут по Конституции, и потому что они не делают всего без предназначения. А вот в Конституции их написаны определенные вещи. И уничтожение государства другого, которое на них не нападало, там не прописано. Я говорю сейчас очень банальные вещи, очень простым языком, я заранее прошу прощения. Но вот ответить, потому что вот они такие хорошие, неправильный ответ. А вот потому что они жили и живут по Конституции. Евгений, это же не единственный случай, когда Соединенные Штаты не воспользовались слабостью Советского Союза, потом России. Ведь был еще 1991 год, когда казалось бы, можно было воспользоваться, можно было не собирать все оружие ядерное из Белоруссии, Украины, Казахстана, все это для обеспечить передачу всего этого России. Это можно было другими условиями обставить, это можно было душить еще больше вот эти развалившиеся Советский Союз, просто добить его. И добить его, и защищать его было некому. Как некому было защитить Советский Союз от развала, некому было защитить вот эти отдельные развалившиеся части. Бери голыми руками. Их не стали брать, их стали помогать. Стали продукты посылать, собрали ядерное оружие. Ну, рассчитывали, что в России в голове что-то есть. К сожалению, ошиблись. Но, понимаете, вот это тот случай, когда, будь на месте Соединенных Штатов, ну, Советский Союз или Россия потом, такого бы не было. И ядерное оружие бы применили. И добили бы. Вот поэтому они не могут понять. Потому что с точки зрения, с логики, если мыслить логикой сталинской, то Соединенные Штаты, да, лузеры, лохи. Как так? У них была ядерная бомба, они ее взяли и не применили. Ну, бомбанули бы. Понимаете? Была необходимость, да, штурм японских островов. Большие жертвы там, они вот так посчитали, что ладно, мы лучше их напугаем сильно, избежим гигантских жертв и со стороны японцев, со стороны американцев, союзников. Таким образом закончим войну. Хотя вот решение негуманное, но его можно как-то объяснить. Но они не стали потом применять тот же. Вот да, на Москву, одну бомбу на Москву, другую на Ленинград. Все готово. Нет Советского Союза больше. Очень интересный, очень интересный. Про Советский Союз можно много говорить. И можно говорить о нежелании распространения ядерного оружия и прочее, прочее, как контраргумент тому, что мы только что сказали. Но я предлагаю просто с точки зрения тенденции посмотреть даже не на этот, так сказать, случай, а на случай первой войны с Ираном. Извините, с Ираком. Ведь многие люди говорили, ну вот как, Тетчер нет, Рейган умер, а Ирак, а Саддам Хусейн все еще там. То есть, после того, когда Ирак захватил Кувейт, когда международная коалиция под, безусловно, руководством Соединенных Штатов разгромила Ирак и вернула Кувейту независимость, Соединенные Штаты ушли из Ирака. Они не стали искать Саддама Хусейна, они его не призвали к суду, они его не убили, они оставили Ирак в покое. И что случилось после этого? Евгений, а тут еще интересный вопрос. Они не то, что они ушли из Ирака, а то, что они ушли из Кувейта. Вот когда вы поставьте себе Кувейт, гигантские, невообразимые запасы нефти, добывается легко, дармовая, при карманте. Оставьте себе. Они берут и уходят из государства, которое вообще ничего не имеет, которое захватить не стоит вообще ничего. Многие, кому российская пропаганда мозги загадила капитально, они говорят, что агрессивность Америки. А в чем выражается агрессивность Америки? Под боком Америки есть Куба, которая враг, настоящий враг. Пока был Советский Союз, ну ладно, Советский Союз Кубу как бы защищал, как бы вот за Кубу выступал, ну мог как-то вот Кубе оказать какую-то... Потом Советского Союза не стало. Россия с Кубой имеют нехорошие отношения, разругались они. Куба одна. Вот есть прямо под боком нищая, вот полный нищете с армией на уровне там полиции, вооруженной стрелковым оружием. Абсолютно страна, которую захватить достаточно, вот послать там полк и захватить ее. Вот Америке захватить Кубу, свергнуть там Кастро, режим вот этих последователей Кастро, поставить там, привезти из Флориды эмигрантов кубинских, они там быстро все организуют. Пять секунд. Никаких проблем не предстоит. Америка этого не делает. Вот США этого не делает. Вот говорят, Америка хочет захватить российские углеводороды. Была одно время такая популярная песня. А почему США, почему вы против США, США хочет захватить наши углеводороды? Ну это идиоты полные. Говорит просто идиоты. Ну ладно, ну они все равно, люди все равно что-то говорят. Под боком Венесуэла. Враждебная, которая вот враг Соединенных Штатов, которая там отобрала у компании, так сказать, приватизировала нефтяную эту. Полные разрухи. Нищета неимоверная. Занимается трафиком наркотиков. Вот наркотрафик во многом, это вот спасибо Венесуэле. Государство, которое как бы падает от шелбана. Вот там опять же все вооружения, вот на джипах с автоматами ездят. Защитит Венесуэлу некому. Встать не на ее защиту, там ее нет, некому. Нефти самые крупные в мире запасы. В мире. То есть это зачем Соединенным Штатам с Россией, с ядерной державой, вот заниматься захватом у России углеводородов, когда под боком крупнейшие в мире запасы нефти абсолютно можно захватить опять же без особого труда элементарно и найти там местное правительство с удовольствием, оппозиция там все. Даже президент там есть какой-то, который на выборах якобы победил оппозиционный. Ну тут все есть, все готово. Но нет. Венесуэла продолжает жить, гадить. Свой народ там мордовать. Причем примеров этих, безусловно, Алексей, примеров этих ну просто колоссальное количество. Вот как сейчас, так и в середине, скажем, прошлого века, когда была Корейская война. Ну, наверное, наши зрители помнят, что я в прошлой передаче нашей совместной сказал, что Советский Союз не вел ни одной войны, которая не была бы захватнической. Все, что началось в Корее, в общем, началось с Советского Союза. И Соединенные Штаты там были, как члены международной коалиции. Которую поддержала ООН. Как, почему, долго можно рассказывать о том, что Советский Союз не пришел на заседание и прочее, но это другой вопрос. То, что совершилось во Вьетнаме, опять же, все это было, в общем-то, инспирировано Советским Союзом. Ну, через Китай, опять же, но это не важно. Советским Союзом. А никто никогда не задумывался, а почему Соединенные Штаты, практически выиграв войну во Вьетнаме, где-то, ну, к 71-72 году, было подавляющее преимущество Соединенных Штатов в этой войне, почему они взяли и ушли, в конечном итоге, Северный Вьетнам захватил Южный. Недавно был цикл передач на канале Марка Солонина, и вот последняя фраза, это просто с ума сойти, вот, наконец-то, она была озвучена, потому что я очень много говорил с людьми из Южного Вьетнама, которые здесь у нас в Австралии работают, со мной вместе работали, а потому что в Америке были демонстрации, им надоело воевать, американцам надоело воевать, были демонстрации, и правительство в демократической стране под давлением общества сказало, хватит, и реально перестало поставлять боеприпасы Южному Вьетнаму. Все. Как началась война, а что, неважно, я говорю о том, что они живут по той самой Конституции. Если их народ не хочет что-то делать, правительство принимает это решение. И вот в итоге, да, вот, Евгений, если посмотреть и Корейскую войну, да, а вот как было бы лучше для корейского народа, все-таки, чтобы Южная Корея победила, поддерживаемая Соединенными Штатами, или Северная Корея, которую Китай и Советский Союз. Вот советские летчики воевали там, герои, советские летчики. Вот благодаря советским летчикам, героям, корейский народ сейчас там жрет траву, живет в полном мраке, уже сколько уже лет там, больше 70 лет. 70? 70 лет, то есть благодаря Советскому Союзу, вот, уничтожается целый народ. Большое спасибо Советский Союз за помощь Северной Кореи. Вьетнам, в итоге Вьетнам, вот он капитализм, Китай, Вьетнам сейчас развивается абсолютно капиталистические отношения, абсолютно буржуй. За что боролся Северный Вьетнам? Он коммунизм строил. В итоге, все окончилось так, как должно было окончиться. То есть все эти жертвы, все это было напрасно. Американцы были правы, когда поддерживали Южный Вьетнам. А Советский Союз поддерживал, я лично знал многих, кто воевал в Северном Вьетнаме, потому что я в войсках ПВО и служил, и я учился на военной кафедре. У нас преподаватели практически все прошли Вьетнам. На военную кафедру в гражданском вузе попадали, если Шрайк попадал, подрывал комплекс, из полковника, вот я смотрю, герои воина-интернационалисты, и там он в погонах полковника, на фотографии, а у нас на кафедре преподает, в погонах подполковника. Как это так? Он же был полковником, почему он подполковник? Да, все просто, потому что его комплекс подбили, его понизили и отправили на военную кафедру преподавать студентам. Вот Советский Союз реально оказывал большую помощь, там вооружение, самолеты, техника, комплексы ПВО, все, для того, чтобы убить кучу народа, и чтобы в итоге Вьетнам не социализм строил, не коммунизм строил, а строил тот же самый капитализм. То есть вообще вы посмотрите, кто союзники Соединенных Штатов и кто противники Соединенных Штатов. Вот союзники Соединенных Штатов богатые, довольные, счастливые страны. Вот возьмите по миру, кто является союзник Соединенных Штатов. Это элита мировая. Это богатейшие страны мира, которые вот Европа, даже Австралия, даже Япония. Это богатые страны. Китай, он не союзник, не противник. Китай это крупнейший торговый партнер Соединенных Штатов, который связан с Соединенными Штатами. То есть они ведут свою политику, они сами хотят стать силой мирового уровня. Китайцы. То есть они не противники Соединенных Штатов. Так же, как они не союзники России. Это показало, что Китай вообще не союзник России. Никак. Он, так сказать, косо смотрит на нее. Все сибирские и дальневосточные города имеют китайские названия, сильно отличающиеся. Хайшиньбэнь какое-то, вместо Владивостока. И все эти территории на китайских картах как-то другим цветом закрашены. Особенным. Поэтому, как сказать, а кто у нас противники Соединенных Штатов? Смотрим, да? Это какая-то мировая закулиса, какая-то помойка мировая. Вот это противники Соединенных Штатов. Какие-то отсталые страны, какие-то страны с диктаторскими режимами, страны авторитарные, страны, которые, в общем-то, где люди счастливо не живут. Вот это самое главное. Даже не столько, какую политику эти страны проводят, что они делают, за что они борются. В конечном итоге, где люди счастливо не живут. Вот это вот тот самый критерий, который объясняет все. Абсолютно согласен. Абсолютно правильное замечание. Вот, Евгений, что по-вашему? Вот смотрите. Соединенные Штаты, они предлагают миру некоторый образец. Они говорят так. Рыночная экономика, некоторый стандарт по соблюдению прав человека, некоторая демократическая система, сменяемость власти, выборность власти, то есть народовласти. А вот все это вместе это рецепт некоторого процветания. Соединенные Штаты показывают это на своем примере, являясь крупнейшей экономикой мира, являясь достаточно богатой страной, где население живет очень обеспечено. Союзники Соединенных Штатов тоже этому подтверждение. И есть какой-то образец, который предлагается разным странам, которые пока идут каким-то своим особенным путем. это и африканские страны, и азиатские страны, им предлагают, вот смотрите, так, так и так. Вот если вы все вот это делаете, мы вас поддержим, мы вас, помогаем вам финансово, вы имеете перспективу вступления в какие-то организации, Европейский Союз, например, да, который, вот Европа живет под тем же самым принципом. Вот Европейский Союз, и сразу мне тут писали, как Болгария, как они могли вступить в Европейский Союз. Ну, человек пропагандный насмотрелся. Мне так получилось, что я жил в Болгарии последние годы до вступления, перед вступлением в Европейский Союз, потом вступление, и несколько лет после вступления в Европейский Союз. И на моих глазах происходила страна из-за абсолютного какого-то кошмара превратилась во вполне, в общем-то, благоустроенную, вполне симпатичную страну. То есть, я знаю, как это было, да, ты едешь по дороге и можешь колесо оставить в яме. Вот такие ямы были. А сейчас там в Болгарии все магистрали достроили. Вот Евросоюз помог деньгами, магистрали появились. Не было очистных сооружений, а сейчас очистные сооружения появились, все, по Черноморию. Вот в Сочи нет очистных, а в Болгарии есть по всему побережью. Вот в Сочи россияне купаются в собственном дерьме, а в Болгарии как бы все чистенько. То есть, инфраструктура, вот города произвели, на моих глазах происходило сонирование. Вот Софья была ужасным городом в плане того, как она выглядела, столица. Потому что, когда я приехал в Болгарию, это было там 2001-2002, первые годы, еще до вступления в Евросоюз. Это ужас был. Фасады все были облуплены. Ты идешь по городу, все облуплено. Вот просто стукатурка попадала. И вот так. Ужас какой-то. Если вы сейчас погуляете по Софии, вы увидите, что это очень симпатичный город. Дома такие все, все ровненькие, гладенькие, никаких облупленных фасадов. Евросоюз опять же финансировал теплоизоляцию, вот энергоэффективность домов. То есть все дома, практически все, была придумана схема, выгодная и жильцам, и, так сказать, подрядчикам всем. Было финансирование от Европы, и просто город преобразился. Было, вот, ну, сейчас это небо и земля. Вот то, как жила Болгария до вступления в Евросоюз, и то, как она живет сейчас, это две разы страны. Люди по-разному выглядят, совершенно по-другому. Они, так сказать, улыбаются, хорошо одеты, и, в общем-то, вполне довольны. Города, инфраструктура, все. Понимаете? И вот мне пишут, зачем Болгария вступила в Европейский Союз, ее там ограбят. Господи! Что же он там по пропаганде-то говорит? И вот смотрите, Евгений, как вы думаете, вот, фактически в 90-е годы, вот после того, как Советский Союз развалился, Россия и другим странам было предложено, Европа, Америка, была предложена та же самая схема, тот же самый образец. Что, ребята, вот, делайте. Да, и некоторые страны сделали, страны Балтии, например, они сразу с готовностью, с радостью. Некоторые приступили, там Украина на каких-то начальных этапах была. А некоторые категорически уперлись, да, Беларусь, Россия. А что бы было, если бы Россия приняла вот этот образец, американский, европейский? Ну, очень интересный вопрос затронули. Я считаю, что об этом надо даже немножко поговорить так подробнее. Насчет Болгарии маленькое отступление. У меня есть с чем сравнивать, начиная с 76-го года. С 76-го года я был в Болгарии несколько раз, но раз пять. И то, что вы сказали абсолютно правильно. Прям кривая, но настолько видна, что дальше говорить не о чем. Значит, теперь по поводу вот того вопроса, который вы только что затронули. Значит, давайте мы посмотрим, что произошло несколько лет назад, и тогда попробуем ответить на этот вопрос. Америка два года назад, кажется, поправьте меня, если я не прав, ушла из Афганистана. Они провели там по-моему, почти 20 лет, не так ли? Ну, что-то очень близко. Что-то очень близко к этому. Теперь давайте мы вспомним, что было 100 с лишним лет назад, когда примерно столько же лет, если не больше, в Афганистане провела Великобритания. Результаты в первом случае, во втором примерно один и тот же. Если его сформулировать без каких-либо деталей, страна оказалась не готова к переходу на следующую ступень развития. Это было как и 100 с лишним лет назад с Великобританией, так и вот буквально несколько лет назад с Соединенными Штатами Америки. И я думаю, что вот эту вот самую фразу вполне можно употребить, отвечая на тот вопрос, который Алексей только что задал. Дело даже не в России или в Советском Союзе. Дело даже не в какой-то другой стране. Если страна, видя, насколько удложенный путь может быть привлекателен экономически и с точки зрения или как следствие с точки зрения улучшения уровня жизни населения и не идет по этому пути, я думаю, что ответ тот самый, который я дал, полностью можно распространить на все эти случая. Можно диктовать, можно дискутировать, почему она не готова. Но это говорит о том, что страна не готова к предложенному пути развития. И если мы говорим про Афганистан, то у них там еще даже не феодальное развитие общества, похоже, я сейчас скажу очень резко, но похоже, что в России то же самое. Это будет не до феодальное, а это прямо скажем, в лучшем случае монархическое, если не переход от феодального к монархическому. Ведь это все, что Советский Союз за посвечением 10 лет Ельцина видел за последние 200 лет, наверное, я не знаю сколько. И любая другая страна, которая почему-то упирается и не идет, надо найти не наносное, почему я этого не делаю, а вы такие америкосы, или я не знаю, пиндосы, или как там еще их называют, а надо найти зерно, почему они это не делают. И во очень многих случаях это то, как раз, что я сказал. Общество негатива к пути демократического развития, не буду идти по пути демократического развития, это культ силы, либо культ севернизма, либо национализма, либо что-то еще, я не знаю. Но это в каждый раз реально тот самый ответ. Вы не согласны? Ну, виден пример, вот страны Восточной Европы, да, вот Польша, как развивается Польша, это вообще нереально. Польша, в общем-то, была очень средненькая, довольно бедненькая страна в Варшавском договоре в Совете экономической взаимопомощи. Это была такая провинциальная во многом, очень небогатая страна, без ресурсов, с какой-то не очень развитой промышленностью, с сельским хозяйством, ограниченным климатическими условиями. То есть, это была страна, которая жила, она может жила получше, чем Советский Союз, но она жила сильно хуже, чем другие страны Европы. А что сейчас? В Польше просто экономический бум. Страна действительно развилась невероятными темпами. Чехия, Чехия, Словакия. То есть, есть пример Румынии. Ой, Румыния, а что? Ой, Румыния, а вы побывайте в Румынии, вы посмотрите. Мало того, я вот сейчас смотрю Албанию, я последнее время стал смотреть много кино, как-то вот выдача один раз попалась, я стал смотреть, и Ютуб стал мне постоянно рекомендовать. А посмотрите, что в Албании сейчас происходит. Это, казалось бы, совсем уж дремучая страна, она преображается на глазах. есть вот этот образец, который дает Соединенные Штаты и, так сказать, Европа, вот этот образец, он работает. Если ты его принимаешь, он начинает работать. Если ты начинаешь тормозить как-то, да, вот, какие-то авторитарные тенденции, у тебя тормозится все, в том числе и экономика, и социальное развитие, все тормозится. Но вот сейчас мы это видим. Вот Россия приняла из пакета, да, она приняла, да, рыночная экономика хорошо. Вот в России есть рыночная экономика и она работает. И благодаря этому Россия, в общем-то, и не голодает, благодаря этому экономика как-то вот живет, люди более-менее живут именно благодаря рыночной основе. Потому что Советский Союз без рынка, он просто развалился, он не смог выжить экономически. И вот один из образцов, которые предлагают Соединенные Штаты, Россия приняла и этот образец работает. А вот другой образец, например, демократия и сменяемость власти, Россия не приняла его. Да, вот в России царская традиция, у нас мы все дураки, а вот царь умный, пусть у нас царь будет, пусть он нами вот руководит. В итоге царь, в итоге санкции со всему мира, отсутствие уважения со всего мира, война, в которой вот этот великий, гениальный руководитель вверх страну в 21 веке, причем война вообще бесславная, война очень неуспешная, которая сейчас просто все достижения России, в том числе экономические, она съест, вот эта война. Понимаете, вот этот образец не стали, вот Россия не пошла по тому, что предлагали и Соединенные Штаты, и Европа. Демократии сменяют славь, нет, у нас свой путь, свой путь вас привел, привел к вас к тому, что вы имеете сейчас с этой войной, с мобилизацией, с сотнями тысяч жертв, с мировым презрением, со всем, что получилось в итоге, вот это отступление от этого образца. Что вы, вот вам реально, вы на своем опыте, на своей жизни понимаете, что Соединенные Штаты предлагают правильно, а вот если ты не слушаешься того, что предлагают Соединенные Штаты, получается плохо, вот, ребят, доказательство вам очевидно. Вот если бы Россия приняла все, что вот этот пакет, вот станьте нормальными, да, вот Европа, Америка предложили, Россия, а давайте вы будете нормальными, вот мы не против. Была бы та же самая рыночная экономика, но не было бы войны, вместо Путина там было бы еще другое, еще их сменилось бы уже два или три за этот период, они бы приходили и уходили, Россия бы так же, вот россияне ездили по миру, вполне вероятно, уже без визов бы ездили, то есть в России бы строилось какое-то нормальное общество, постепенно благоустраивались, не было бы вот это, в условиях демократического нормального общества, не было бы вот этой олигархии, не было бы вот этого гигантского расслоения по доходам, потому что система демократическая, она такого не терпит, система, где выборы работают, она бы скорректировала это, доходы от нефти и газа распределялись бы более справедливо, да, нельзя было бы каким-то группам захватывать целые отрасли промышленности, все это было бы, то есть работал бы суд, работающий суд, не позволил бы тогда расправиться с Ходорковским, таким образом отобрать него, ну и так далее, и так далее, то есть Россия сейчас была бы, учитывая ее богатство природное и, так сказать, уровень образования населения неплохой, ну вот все, что Россия имеет, вот Россия была бы сейчас ну очень хорошо развитой, страной, может быть, еще не первого ряда, но уже, так сказать, с высоким уровнем жизни, с таким довольным населением и с ясной перспективой вперед, в будущее, вот который сейчас у сегодняшней России никакой перспективы нету, то есть у нее перспектива сейчас или развалиться, или вот сидеть в болоте еще какой-то, так сказать, пару десятилетий, вот, вот когда не слушается США, получается плохо. Я, я бы хотел, ну меня давно научили доводить вещи до абсурда, если я могу так сказать, я бы хотел людям, которые не совсем понимают, вот, ну или не совсем чувствуют до конца то, что мы сейчас, а то, о чем мы сейчас говорим, я бы хотел привести три примера. Например, номер один. Этот пример уже ему десятки лет, но, видимо, все-таки не до конца доходит еще. Подумайте, что есть, какие есть машины в России, какие есть в мире. И плюс к этому подумайте, что все те машины, которые есть в России, произведены, я имею в виду, в России, причем на самом деле произведены, они собраны из запчастей. Это реально тоже иностранные автомобили, ничего своего не создано. Вот посмотрите, какая разница. Второй пример, тот, который в Советском Союзе говорили везде, на каждом углу. Да почему у нас нет дорог, а потому что у нас какие территории, какие расстояния, а в проклятой Европе там вообще ничего. Вы знаете, я первый раз в Италии оказался порядка 20 лет назад, чуть-чуть больше. Причем, почему я говорю об Италии, я сейчас объясню, почему. Значит, Италия страна, где есть много равнин, ну, ровных дорог, ровных в том смысле, что не в горной местности. Но есть очень много гор, причем эти горы есть как и на юге, так и на севере. И я хочу вас заверить, что проехал я по Италии, но я был там везде. Вот единственное место я не был, я не был в Сардинии, на Сардинии, а по всей остальной стране я просто проехал в каждый угол заткнул, ткнул нос. Я вас уверяю, что там есть хорошие асфальтированные дороги, не только каждой деревне, на высоте пару тысяч метров в горах, если не три тысячи метров, но и каждому дому. И если вы все это дело разложите в длинную линию, я сильно сомневаюсь, что это уступит по длине всем дорогам в России, хотя Италия многократно меньше по территории. А есть третий пример. Третий пример совершенно фантастический. Первый раз в Югославии я оказался в 88-м году. И Югославия, нет сомнений, жила много лучше, чем Советский Союз на тот период времени. Я хочу вам сказать, что в 88-м году кое-где в каком-то совсем далеком совсем углу Югославии вы иногда могли увидеть туалет на улице в деревне. Последний раз в Югославии, ну, извините, в странах, которые когда-то составляли Югославию, я был лет шесть назад, пять или шесть назад. И опять же, проехал по всей фактической территории, я не увидел ни одного туалета на улице. Даже в такой бедной стране, попростят меня жители этой страны, бедной стране, как Северная Македония, ну, раньше она называлась Македония, сейчас она называется Северная Македония, я не увидел ни одного туалета на улице в самом-самом ее уголке. Как с этим дела обстоят в России? Евгений, вы про дороги, кстати, интересно сказали. Вам могут возразить, ну, в Италии там климат такой, а у нас там морозы, а у нас туда-сюда. Я хочу про Австрию сказать. Вот в Австрии дороги идеальные, очень хорошие, очень хорошие дороги, они действительно к каждому дому, в горах, без вопроса. Я свою деревню показываю, хутор наш, там все асфальтировано. Но в Австрии, если вы поедете, вот в магистрали, Австрия очень вытянутая сторона, и там очень длинные дороги такие. И вот эти магистрали в Австрии, это Альпийская республика называется. Часто ты едешь, это мост эстакада, переходящая в туннель. Вот ты едешь или по туннелю, или по эстакаде. Очень много магистралей, отрезки, большие магистрали, находятся на высоте тысячи метров, выше тысячи метров. Там зимой тебе минус 20, и снег, и все. То есть, там тебе Сибирь еще та. При этом это магистрали. То есть, это идеальное покрытие, это все вот это. Построить все это, значит, все-таки Россия, это равнина. Вот основная часть России, это равнина. Вот что там вообще строить дорогу? Ну, веди, веди, вот сделай нормальную подушку, положи нормальный бетон, асфальт, все, вот тебе дорога. В Австрии построить дорогу, это означает прорубить туннель, после этого построить мост, а за ним истокаду какую-нибудь на бетонных колоннах, высотой там метров по 30-40. То есть, строительство дороги в Австрии по деньгам, по трудозатратам несопоставимо со строительством дорог в России, даже в Сибири. Поэтому, как бы, вот тут сказать, что климат как-то, нет, не получается. Ну, опять же, Канада, примерно, с тем же самым климатом. В Канаде более суровый климат, я бы даже сказал, на севере. Я не помню плохих дорог в Канаде. Я тоже поездил по Канаде очень плохо. Скажем так, вот этот вопрос мог бы быть решен в России. В итоге, он все равно, в России дороги сейчас гораздо лучше, чем были там при советской власти, наверняка. все. Но, россияне, если бы Россия приняла весь пакет целиком, не только рыночную экономику, но и демократию, права человека и так далее, да, вот если бы Россия приняла полный пакет и стала его следовать, вы бы жили сейчас гораздо лучше. Экономически в том числе. И жила бы не только Москва, да, в пределах какого-то центра, не только там ряд крупных областных городов, хотя про областные города Астрахани, какая помойка, какая фантастическая помойка, другие дороги, Воронеж показывают, какие-то другие города, это же уму непостижимо, в европейской части России, там в центр есть, вот несколько улиц в самом центре, более-менее там сказать, чуть-чуть выходишь за центр, там же это руины какие-то развалины, лужи, грязь, какие-то все покосившееся какое-то, это областные центры, я представляю, что в провинциях там, да, украл туалет деревянный и в печке спалил, потому что топить нечем было, понимаете, если бы тогда, 30 лет назад, был принят полный пакет предлагаемый, права человека, демократия, сменяемость власти и рыночная экономика, вы бы сейчас жили гораздо лучше, особенно лучше жила бы сейчас российская провинция, потому что демократия, избиратели, они по всей стране, вот в Австрии основное население живет не в Вене, не в самых крупных городах, а основное население размазано по стране, и они голосуют в зависимости от того, как у них в провинции, в их маленьком городе, в их селе налажена инфраструктура, как они живут, как у них медицинское обслуживание и так далее, и так далее, и это выравнивает, понимаете, то есть те, кого они выбирают, а это реально выбор, это реально работает, они вынуждены поддерживать как-то финансово, организованно, думать над проблемами не только столицы, центра столицы, но и провинции, если бы в России так было, то та же Астрахань была не такой помойкой, которую она представляет из себя сейчас, и в маленьких вот этих городах, в маленьких вот этих райцентрах уже давно была бы центральная канализация, потому что это не так сложно, если деньги не воровать и не строить на них яхты, а эти деньги пустить на создание центральной канализации в райцентрах, хотя бы европейской части в России, то россияне жили бы сильно, гораздо, сильно лучше, поэтому слушайтесь Америку, сейчас Россию наваляют хорошенько, она в очередной раз там развалит, ну, короче, Россия получит то, что она заслужила своими действиями, после этого пойдет какое-то количество лет, вам опять предложат вот этот три в одном, ребята, берите три, но только три в одном, не выборочно, а целиком, вот в следующий раз детям своим накажите, чтобы они обязательно делали так, как им рекомендует Америка, и будет вам счастье. Как раз именно об этом же, вот только что вы сказали, прямо, я считаю, прекрасно сказали по поводу, так сказать, того, что люди с периферии больше всего бы, так сказать, были бенефицарами этого, принятия этого пакета, давайте я попытаюсь сформулировать это словами, более понятными для россиян. Скажите, пожалуйста, россияне, вот когда я уезжал, население, это было 92-й год, уезжал из Советского Союза, ну, из России, население Москвы было 8 миллионов, скажите, пожалуйста, россияне, почему сейчас население Москвы, минимум в два раза больше, если не больше, не так ли? Где-то я прочитал почти 20 миллионов с этой территории новой Москвы, вот вопрос, почему? Ну, наверное, не потому, что за 30 лет 8 миллионов размножились, население удвоилось, наверное, не поэтому. То есть, очень большое количество людей переехало в Москву. Вопрос, почему? Ответ простой, потому что жить там лучше, комфортнее, поэтому люди, зарплата, медицинская помощь, что угодно, жизнь, качество жизни там лучше. Россияне решили переехать в Москву, когда получилось, когда не было требований к прописке и прочее, 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 прочее. Так вот, в Австрии и в Австралии тоже разница в качестве жизни в Вене, а также практически в любом другом месте страны не видна. Она, она, наверное, есть, но, честно говоря, я думаю, что в Вене хуже. Вот, вот почему-то я так думаю. Я могу сказать, что в Австралии жить в Сиднее много хуже, чем так километров в 100 от него. Потому что есть все то же, что есть в Сиднее, практически такой же климат, но воздух не так загрязнен, потому что там не так много машин. Мораль. если есть выборы, если каждый голос важен, если люди живут не только в столице, то то, что люди хотят, этому правительство обращает на это внимание, и в это вкладываются деньги. Если у вас это не происходит, вам надо менять правительство. Это очень просто. Кстати, население Вены не растет и даже уменьшается. С годами население Вены уменьшается. То есть, в Вене реально пенсионеры стараются из Вены уехать. То есть, если в России, например, пенсионеры в Москве получают пенсию больше, чем в провинции. А в Австрии пенсионеры стараются, выйдя на пенсию, уехать из Вены. Уехать по провинциям, в ту же Каринтию и так далее. И население Вены оно падает. Постепенно падает. Но пенсия одинаковая, правильно ведь? А пенсия вообще не зависит от этого. В Москве какая разница? У тебя стаж есть, сколько-то лет, никакие доплаты зачем? Конечно. Вот такой системы, это же не только в Австрии. Вы любую возьмите, так сказать, развитую страну Западной Европы, там провинция по уровню инфраструктуры. Ну, да, вот в какой-то деревне не будет там театр, оперы какой-то, еще чего-то не будет, да? Но зато у них есть природа. Вот кому-то опера важна, а кому-то важно выходить на берег пруда, там сказать, да, или по лесу погулять, или в дуречке пройтись. Ну, то есть, разные интересы у людей. Кто помоложе, да, они стараются в столичный большой город. Люди, которые уже всего этого, в это наигрались, они предпочитают, сказать, быть поближе к природе. Но базовые, доступ к товарам, доступ к продуктам, электроэнергия, интернет, канализация, водопровод, какие-то вот такие общие. То есть, они... Я ролик на канале, да, показывал, вот, ну, когда вот этот деревянный туалет, там, где-то в российской провинции разобрали, и сожгли, и там вот этот медицинский пункт какой-то, фельдшерско-акушерский пункт, им некуда стало ходить в туалет. А у них своей ни водопровода, ни канализации нету, ничего там. Фельдшерско-акушерском пункте. А я им показал, вот, наше село, население там 800 с небольшим человек, общественный туалет у нас. Как он выглядит? Там внутри, ну, абсолютно цивилизация, все. У нас вот в селе, в нашем 800 с небольшим человеком, у нас центральная канализация. Вот у нас дом, у нас центральная канализация. У нас интернет, все это вот, ну, электричество, само собой, водоснабжение, не на колодец ходим, тоже все центральное. То есть, понимаете, вот при этом мы живем, Каринтия, это, ну, вторая сзади по отсталости провинция Австрии. Это бедная провинция Австрии, достаточно отсталая. Но, вот такие базовые, какие-то вот, понятия, как канализация, или асфальтированная дорога, вот, или интернет, они само собой, они как бы разумеются сами собой. То есть, без этого просто, то есть, у нас может быть нюанс некоторый в, да, в доступе к каким-то вот, к оперному театру. Но доступ к базовым, таким, человеческим потребностям, он реализован. И так, и так везде. Это нормально. Это нормально. При этом в Австрии нету ни нефти, ни газа, вообще ничего нету. Я хотел рассказать, уже, мы уже говорим почти час, я хотел рассказать, буквально за минуту, что произошло со мной в 88-м, извините, в 90, в 91-м году, в 91-м году, как раз во время путча, я оказался в Австрии с женой. И, так случилось, что мы ехали, мы остановились, сказал, слушай, Ир, мне нужно зайти в туалет. И, я пошел, увидел туалет, я пошел туда, и когда я вернулся из туалета, мне жена сказала, слушай, что с тобой? Что там такое? У тебя на лице что-то странное написано. Я говорю, а ты, поди сходи, посмотри. Это был первый раз в жизни, когда я увидел, что плитка, в общении, ты говорил уже о туалете, плитка может сверкать настолько, что в нее можно смотреться, как в зеркало. Это вот просто обыкновенный туалет на обыкновенной дороге. Это об инфраструктуре, о том, что делается, когда правительство обращает внимание на нужду людей. Ну, там еще и люди должны быть достаточно, не испещрять стены, характерными надписями, да? Безусловно, безусловно, конечно. Ладно, Евгений, ну, мы уже больше часа мучаем наших слушателей, надеюсь, мы им четко объяснили, что вот США наше все, вот, и постарайтесь, чтобы это было и ваше все. То есть, не надо их повторять, с них надо брать пример и делать с учетом своих национальных особенностей, потому что США, как я сказал, они задают базовый набор ценностей, который проверен временем. Вот, если у тебя рыночная экономика, если у тебя демократия, если у тебя соблюдается права человека, то ты на каком-то минимальном уровне будешь жить хорошо. Если у тебя при этом, вот, спасибо Богу, природу тебе дали, какую-то вот, фантастическую, с огромным числом, там сказать, полезных ископаемых, ты будешь жить побогаче. Если тебе дали какое-то очень выгодное географическое положение, там, за счет туризма, ты будешь тоже жить немножко побогаче. Но, в любом случае, даже если ты находишься где-то совсем неудачно, ничего у тебя нет, вот, ну, вот так, не повезло тебе, ты все равно будешь жить на некотором достойном уровне. Потому что, вот, соблюдение вот этих базовых правил, ну, это такой золотой стандарт. Вот, он полностью учитывает особенности человека как вида. Вот, для человека хорошо это. Если ты, вот, тот же Китай взять, а вот, когда они взяли, вот, рыночную экономику, они взлетели ракетой, да, но пока, если они не возьмут в итоге на вооружение и остальные пункты, все равно они рано или поздно в какой-то момент они уткнутся, да, сейчас у них вот долговая эта, то есть они уткнутся, что дальше развиваться нельзя, начнется деградация. С этим сталкивались все страны, которые пытались взять что-то одно. Нет, не получается. Хотите счастья, берите все комплектом. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Ну что, машем ручкой? Будем прощаться. Спасибо всем. Мы почитаем, какие гадости вы нам напишете. Обязательно, не забудьте написать, что вот Белград, бомбили Сербию, вот Сербию бомбили, вот это не забудьте обязательно, обязательно писать, не забудьте. Вот. Вот про это, если не напишите, обижусь. Хорошо. Ну всего вам доброго. Спасибо. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока.